МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Площадь пожаров увеличивается. Огонь вплотную подобрался еще к четырем населенным пунктам. Жители готовят к эвакуации. Из-за жары и сильного ветра пламя распространяется со скоростью более 10 км в час. Районы Алтайского края, которым угрожает огонь, отключают от электроснабжения. Из Красноярска и Москвы на тушение направлены специальные самолеты и вертолеты. Весной пожар, который бушевал на территории Республики Казахстан, из-за сильного порывистого ветра, перешел на территорию Российской Федерации, в Михайловский район. Буквально практически за час огонь прошел расстояние в 11 км и приблизился к населенным пунктам, расположенным в Михайловском районе. В борьбе с огнем участвуют 500 единиц техники, более 250 человек личного состава. В район отправлен пожарный поезд, направлена авиация МЧС. Президент поручил губернатору Алтайского края подготовить представление на чиновников, чье бездействие привело к ситуации в Николаевке, а также собрать всю информацию для выплат компенсации за утраченное имущество, сообщает пресс-служба Кремля. Об ужесточении ответственности за пожары Дмитрий Медведев говорил и накануне на совещании по развитию лесного хозяйства. Президент предупредил, если местные чиновники не справляются с охраной лесов, то их вплоть до губернатора будут отправлять в отставку. По словам главы государства, чрезвычайные ситуации этого лета выявили недостатки в лесном кодексе и работе Рослесхоза. Очевидно, что и действующая нормативная база, и степень организации, уровень организации соответствующего хозяйства не годятся. Значит, мной принято решение о том, чтобы передать Федеральное агентство лесного хозяйства непосредственно правительству. Значит, если так удобнее работать, пожалуйста, естественно, все документы приняты. Но если этого будет мало, я оставляю за собой право эту структуру поменять радикальным образом. Транспортная прокуратура и Следственный комитет проверяют обстоятельства экстренной посадки самолета Ту-154 в республике Коми. Место происшествия сейчас изучают криминалисты и комиссия Росавиации. Эксперты уже изъяли с борта черные ящики и направили их на расшифровку. На сегодня главной версией аварийной посадки остается отказ оборудования. Проведен осмотр места происшествия и самолета. Опрошена часть пассажиров, очевидцы происшествия из числа местных жителей, а также командир экипажа. Сегодня проведен еще дополнительный осмотр места происшествия с привлечением представителей комиссии Росавиации. По результатам проверки следствием будет принято потенциальное решение. Точную причину авиапроисшествия комиссия обещает установить через 10 дней. Это ЧП уже вошло в историю гражданской авиации страны. После того, как на высоте 10 тысяч метров отказали сразу несколько бортовых систем, пилоты буквально вручную посадили многотонный лайнер на заброшенном аэродроме в тайге республики Коми. Никто из находившихся на борту, 72 пассажиров и 9 членов экипажа не пострадал. Не исключено, что по итогам расследования пилотов представят к наградам за героизм, мужество и самообладание. В Южно-Сахалинске крупномасштабные учения МЧС по ликвидации последствий цунами и условия маневров максимально приближены к реальности. Сейсмологи в кратчайшие сроки после возможного землетрясения должны вычислить время подхода волны, которая, по легенде, обрушивается на побережье Сахалина. В свою очередь, пожарные и спасатели должны ликвидировать последствия ураганной катастрофы. Энергетики, восстановить линии электропередач, врачи и Центра медицины катастроф оказать помощь пострадавшим. В одном из районов Лос-Анджелеса массовые беспорядки. Около 300 человек напали на полицейский участок. Они забросали из здания камнями и бутылками. Стражи порядка ответили резиновыми пулями. Толпу удалось разогнать. 22 человека арестованы. Причиной акции протеста стало убийство испаноязычного эмигранта Мануэля Хаминоса. В субботу на одной из улиц его застрелил полицейский. Манифестанты заявили, что причин для убийства не было и действия полиции произвол. Стражи порядка утверждают обратное. Офицер был вынужден применить оружие, потому что Хаминос напал на него с ножом. На этом пока все. До встречи. Информационное утро на телеканале «Россия» продолжит программа «Вести Магнитогорск». Студия Анастасия Шменева. Здравствуйте. Региону нужен строительный бум, причем на собственной земле. Таково мнение губернатора Челябинской области. Михаил Юрьевич отметил, десятки тысяч южноуральцев хотят и могли бы приобрести земельный участок, чтобы построить дом. При этом подобное строительство могло бы активизировать работу многих отраслей и в целом оживить экономику региона. Губернатор поручил главам городов и районов до конца года разработать программу, которая могла бы удовлетворить спрос жителей на землю. А в Магнитогорске пешеходы и водители не могут поделить участки дороги, которые прилегают к трамвайным путям. В частности, после ремонта улицы с трамвайной остановки Карла Маркса 115 убрали ограждение и там, где раньше стояли пассажиры, теперь вольготно ездят автомобили. Ликвидация ограждений с последующим замощением трамвайных путей – часть программы городской администрации по борьбе с пробками. За счет появления дополнительной полосы движения планируется разгрузить основные магистрали. Кроме того, таким образом магнитогорские власти борются, как оказалось, за чистоту и порядок в городе. Если у нас тротуары, газоны имеют хорошее благоустройство, то в трамвайные пути, значит, там и щебень, и грунт, да, и мусор различный скапливается, и невозможно его механически убрать. Пассажирам же предложили перебраться на тротуар и там ждать трамвая. Двигаться через дорогу можно только к остановившемуся транспорту. Однако пока ждать взаимоуважения от водителей и пешеходов рано. Сегодня без опаски подойти к остановившемуся трамваю можно только в сопровождении инспектора ГИБДД. В Магнитогорске школьный автобус столкнулся с автокраном. 18 детей, учащихся школой номер 21, везли в бассейн, но вместо этого все они попали в больницу. После медосмотра госпитализированы были трое диагноз – легкие черепно-мозговые травмы. Виновником аварии признан водитель автобуса. Водитель автобуса отвлекся, кран притормозил, пропуская машину, и водитель автобуса не соблюл дистанцию и врезался в кран. Как сообщили сотрудники ГИБДД, водитель автобуса – стаж вождения, которого 29 лет, будет привлечен к ответственности. Какой именно – решится после того, как дети выпишутся из больницы. Эпидемию гриппа в России ждут не раньше ноября. Предполагается, что будет преобладать вирус, который назвали Калифорния, неоднократно ранее регистрируемый на территории страны. Вакцинация против гриппа начнется в ближайшее время. Всего в России планируется поставить около 30 миллионов прививок. Сейчас в Челябинской области отмечен лишь небольшой сезонный рост заболеваемости. Сегодня вечером для «Металлурга» стартует новый сезон КХЛ. Начнут его магнитогорцы дома. В 19.00 встречаются с екатеринбургским автомобилистом. Этот хоккейный год наши земляки, как и мы, начинают с новым тренером. Прежний, хорошо знакомый магнитогорцем Марок Сикора теперь трудится в Белоруссии. Впрочем, остроту атак нынешнего автомобилиста магнитогорцы уже почувствовали на недавнем мемориале Рамазана. На очереди информация Центральной диспетчерской службы. С 9.00 до 16.00 планируется отключение холодной воды в домах по улицам Уральская, Октябрьская и Корсикова. С 8.00 до 17.00 планируется отключение горячей воды в ряде домов по улицам Столиваров, проспект Карла Маркса, Московская и проспект Ленина. С 9.00 до 12.00 планируется отключение электроэнергии в домах по улицам Ворошилова, Тивосяна, Московская. Завершит программу прогноз погоды. Удачного дня и хорошего настроения. Сегодня в Фиршампенуазе ожидается до 14 градусов тепла. В Кизельском районе столбик термонетра покажет плюс 11, плюс 13. В Верхнеуральске воздух прогреется до 12 градусов. В Магнитогорске переменная облачность и до 13 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова